13.07 на часах, это программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин, я приветствую в нашей студии координатора Кировского регионального отделения Либеральной Демократической Партии России Кирилла Писнова. Кирилл, добрый день. Добрый день. Задавать вопросы буду не только я, вы имеете полное право на это. Наши слушатели, есть специальная форма на сайтах kirova.ru, аудио-видеотрансляция также присутствует. И не забывайте о том, что расшифровки особых мнений у нас появляются на сайте. Вы можете не только смотреть, слушаться, но и читать все к вашим услугам. Ну, вот только что мы, Кирилл, мы слышали из новостей, что депутаты Госдумы все-таки одобрили в первом чтении повышение пенсионного возраста. Ранее московские коллеги сообщали, что сегодня возле здания Госдумы на охотном ряду проходят одиночные пикеты, которые устраивали представители оппозиционных партий. Ну, надо понимать, что одиночные пикеты не требуют согласований. В общем-то, это все в рамках закона. Ну, и к тому же в Москве, как и в других городах, где проходил чемпионат мира по футболу, в течение еще месяца, да, по-моему, будет действовать запрет на проведение массовых акций. По указу президента, я имею в виду, да? Я не знаю, по-моему, все закончится уже должно. Все закончится уже. Уже. Ну, надо сверяться с... Ну, давайте на эту тему и поговорим. Митинги. Митинги так или иначе продолжаются. Если посмотреть в новостях, по всей стране есть запланированные еще акции, где граждане собираются выступать против повышения пенсионного возраста. У нас такое масштабное мероприятие прошло в понедельник, 16-го числа. У памятника Степана Халтурина в сквере, соответствующем Федерации профсоюзов Кировской области и региональное отделение ЛДПР. Да? Его провели. Скажите, пожалуйста, как удалось договориться с Федерацией профсоюзов? Ну, здесь конкретно переговоры, так сказать, ввел Владимир Костин, поэтому о деталях я говорить не буду. Говорит ли фракции ЛДПР и ВЗС, напоминающий, вице-спикер регионального парламента. Поэтому мне тут комментировать особо нечего. Единственное, что я думаю, что это не последнее мероприятие масштабное, как вы выразились, и они будут продолжаться в дальнейшем, потому что вот сейчас в первом чтении закон принят. И как мне кажется, и комментировал эту ситуацию Кирилл Игоревич Черкасов, депутат Госдумы у нас в ЛДПР от Кировской области, он говорит о том, что, скорее всего, второе-третье чтение будет перенесено на осень, когда уже сейчас поймут действительно нагал страстей, когда сейчас эксперты оценят все перспективы социального взрыва, который вполне может произойти, особенно когда кончится вот этот ажиотаж. А что вы подразумеваете под социальным взрывом? Ну, действительно, хитрый ход был указан президента запретить публичные мероприятия в крупных городах, где проходили игры и чемпионаты по футболу. И сейчас этот запрет будет снят, люди, я думаю, что придут в себя и пойдут на митинги, будут очень активно и жестко зачастую сказываться по этим всем вопросам. То есть минимум активность возрастет, на ваш взгляд, да? Минимум возрастет. Вот эта митинговая активность. Да. То, что она точно никуда не спадет, это факт. То, что изначально не получилось сделать такой вброс, что закон уже принят, это тоже факт. И люди сейчас понимают, что на ситуацию можно влиять, что на решение Государственной Думы можно влиять, на решение Совета Федерации можно влиять, на решение Владимира Владимировича Путина как президента, который в конечной инстанции подписывает этот документ итоговый, можно влиять. И люди с помощью митингов, с помощью пикетов, с помощью публичных мероприятий будут это делать. Можно влиять в каком смысле? Есть конкретные примеры уже, когда люди, выходя и проявляя свое недовольство, так или иначе, это сказано, на решение власти? Или пока это на уровне какого-то убеждения от вас, что мы повлияем, главное выходить? Это в принципе работающий механизм. Правда, в некоторые шестеренки этого механизма местные власти стараются ставить палки, об этом я хотел бы еще отдельно остановиться. Хорошо, запомним. И есть примеры, опять же, которые Владимир Костин, председатель фракции ЛДПР, приводил здесь по электричкам, когда по всей стране их отменили, сказали нерентабельно, а потом вернули, когда чуть вам не перекрыли. Есть пример закона о полиции, который в первом варианте очень сильно отличается от того, что в итоге было принято, потому что люди действительно были недовольны. Там очень много полномочий, он был очень размытым, его конкретизировали после того, как люди стали собирать буквально даже подписи, даже на улице толком не уходили. Насколько я помню, в таком жестком варианте шла речь, да? Да, там была возможность у полицейского, прикрываясь какой-то невнятной служебной необходимостью... Открывать огонь. Открывать огонь, пользоваться вашим имуществом, проникать к вам в квартиру и так далее, и так далее, и так далее. То есть это была очень жестокая история. Да, кстати, иногда такое происходит сейчас, но хотя бы мы это не узаконили. Хотя бы сейчас в том виде, как изначально он был. Предлагался этот законопроект, не был принят. Поэтому сейчас ситуация будет... Все зависит от нашей активности. Хорошо помитингуем, конкретно, четко выскажемся по этой проблеме, предложим альтернативу. Эту альтернативу также будем отстаивать. Увидим результат в виде либо там минимального какого-то изменения планки в пенсионного возраста, либо вовсе ее оставят на том же уровне, на каком она есть, то есть ЛДПР. И Владимир Вольфович Жириновский неоднократно об этом говорил, что мы против. И даже, по-моему, все вот сейчас оппозиционные фракции в Куздуме проголосовали против. Законопроекта в том виде, но большинство, все сами знаете у кого, и дальше нам остается только сейчас какие-то грамотные, четкие поправки предлагать, которые поддержат население. Кирилл, объясните, обычно, пожалуйста, вот эту связь. Ну, выходят люди, протестуют, высказывают свое негодование повышению пенсионного возраста. Вы говорите, вот все активнее, все больше людей. А как непосредственно власть услышит эти чаяния? Так это же ведь очевидно. Может быть, это, конечно, только для меня очевидно, но... Просто вы же читаете эти комментарии в интернете, ну, вышли, побединоговали, ну и что? Поразительные комментарии, на самом деле. Забывайте, как устроена демократия. Вот я сейчас обращаюсь к тем людям, которые пишут такие комментарии, что это бесполезно и так далее. Забывайте, как устроена демократия, это власть народа, и как устроена у нас система выборов. Да, можно сколько угодно говорить о том, что выборы фальшь, о том, что это все рисуется и так далее. Ну, вы хотя бы раз придите наблюдателю на участок и посмотрите, как все это проходит, и проконтролируйте. Убедитесь, что если есть какие-то фальсификации, то вы можете повлиять на исход выборов на вашем конкретном участке. И вполне все инструменты для этого есть. Для того, чтобы влиять, выбирать тех депутатов, которые сейчас у нас сидят в местных парламентах, сейчас у нас сидят в Государственной Думе. Они сидят там не просто так, они сидят, потому что мы за них проголосовали. Или проголосовали те, кто пришел на выборы, вернее сказать, потому что явка на последних президентских выборах была феноменальная. Пришло всего 70% населения, тех, кто имел право проголосовать. На местном уровне ходят 20-25%. Так и получается, что принимают решения очень маленькое количество людей. Поэтому каждый голос важен, поэтому каждый голос серьезно может повлиять на ситуацию. И на самом деле митинги, пикеты, способ напомнить той власти, которая, может быть, не совсем полностью легитимна, оторвалась от народа. То есть многие же, вот я вас спрошу, вы живете конкретно в каком-то многоквартирном доме в Кирове, да? Вы знаете своего депутата? Да, знаю, доказано. А 90% людей... Депутата городом, я знаю. Я могу вас озвучить даже, это роман «Заебух, единая Россия». Часто вы с ним видитесь после выборов, да, в последний раз осенью? Ну, в силу того, что работа журналиста, у нас есть выход, и мы имеем возможность переголосить и обсудить тему. Да, процентов 90 опрашиваемых на людей, я очень часто этот вопрос задаю людям, когда встречаюсь с ними на встречах, во дворах, вопрос нет. Нет, я не знаю, кто у нас депутат, нет, я не знаю, чем он занимается. Да вы хотя бы напишите о том, какие законопроекты вы принимаете, разошлите в эти управляющие компании, повесьте в подъездах, ну, пусть люди знают, что происходит. А то они вынуждены узнавать о том, что у них там дом во дворе строится, многоэтажный, многоквартирный, который будет на месте их детской площадки и будет перекрывать им весь свет. Только тогда, когда уже обнесли все забором и загнали туда строительную технику. Это же непорядок. Это должен был депутат вас уведомить о том, что тогда-то будут происходить публичные слушания о том, что нужно прийти и проголосовать, оставить свое решение относительно этого. Да, тоже отдельный вопрос относительно того, как проходит у нас публичное слушание. Ну, просто, Кирилл, да, раз уж мы коснулись этой темы, мне кажется, что людям зачастую неинтересно, кто у них вообще депутат. Ну, к сожалению, да. К сожалению, у нас уровень культуры, уровень знаний от того, как работают политические процессы, как они осуществляются у нас, он действительно очень низкий. Мы над этим работаем, над тем, чтобы его повышать, над тем, чтобы люди действительно понимали, как вот эти все процессы взаимосвязаны, как они могут через одиночный пикет, через публичное мероприятие повлиять на мнение депутата в Государственной Думе. Депутат в Государственной Думе утром откроет сайт Эхо Москвы, допустим, или там какого-нибудь местного издания, посмотрит о том, что на пикет собралось 15, например, тысяч человек, и он, наверное, никогда не проголосует за повышение пенсионного возраста. Он понимает, что эти 15 тысяч человек, его порвут, когда он в следующий раз туда приедет. Просто морально, если не физически, то морально. Вы, наверное, тоже читали, да, кстати, СМИ сообщают о том, что многие депутаты от Единой России на заседание в Госдуме не пришли. Восемь человек. И журналисты делают вывод, что они, видимо, ну как-то переживают, мягко говоря, за свое будущее. И здесь была такая же ситуация 28 июня, когда принимали законопроект. Очень многие единороссы, видимо, совестливые. Видимо, среди них такие есть, потому что большинство проголосовало все-таки за поддержку этой концепции, так называемой пенсионной реформы, они тоже не пришли. И сейчас 8 человек прикрывают, ну, в Госдуме, 8 человек, прям пофамильно, не буду перечислять, но прикрывают тем, что якобы заболели. Вчера, скорее всего, еще не болели, или там позавчера. А сегодня вот у них недомогание, легкое, тяжелое, они уже не могут прийти проголосовать. Потому что понимают, что это на года. Массовость митингов важный фактор, на Ваш взгляд? Конечно, конечно. Вы ставите задачу здесь, рекотделение ЛДПР, собрать, ну, не как там говорится в официальном сообщении, что 500 человек пришли, да, в понедельник или более 500, 5000 собрать, например, 10 тысяч. Конечно, ставим. Ставите такую задачу. Да, и я объясню, как мы этого будем пытаться достигать. Давайте только после небольшой паузы. Нам сделать нужно перерыв небольшой. Кирилл Писный, координатор Кировского рекотделения ЛДПР. Особое мнение продолжится очень скоро. Так, возвращаемся к нашему разговору. Итак, я спросил Кирилла по поводу задачи собрать, какое количество человек на митинги против повышения пенсионного роста. Ну, здесь нет конкретных задач по количеству. Чем больше, тем лучше. Пути, которыми вы будете добиваться. Да, это вот еще не закончил предыдущую мысль относительно того, как все-таки мы влияем. То есть, как пикет этот или любое другое публичное мероприятие может повлиять на решение депутата. То есть, здесь действительно мы им напоминаем, когда создаем инфоповод. И на самом деле, даже, наверное, вы, как представитель средств массовой информации, должны сказать, сколько должно быть человек на мероприятии, чтобы вы о нем написали. Сколько там... У меня лично нет такой плавники. В администрации президента и в МВД должны сказать, сколько должно быть средств массовой информации, ой, сколько должно быть участников... Обычно официальные структуры занижают, как-то принято считать. Конечно, потому что иначе у них, они ведь тоже так или иначе ведут мониторинг социальной напряженности в регионе. Иначе к ним будет пристальное внимание, то есть они стараются себя уберечь от этого пристального внимания, потому что зачем оно и так вроде все неплохо. Тем более, когда у нас действуют такие постановления, как, например, постановление администрации города Кирова в 2015 году. Это вот уже возвращаясь к задачам... Это, видимо, ссылаетесь на известное постановление по поводу мест, мест проведения этих постанов? Нет, 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 нет. По поводу мест я, к сожалению, не взял с собой. Но, насколько я знаю, оно противоречит вот этому, насколько я понимаю, этому постановлению, которое запрещает такая структура. Хорошо, вы поясните, да. О чем речь? У нас федеральный закон устанавливает возможность для местных органов власти устанавливать какие-то расстояния от объектов обеспечения... Так вот, у нас этот закон в Кирове очень интересно написан. Не будем даже останавливаться сейчас на том, насколько он грамотно написан. Вы писали-то его в ОЗС, насколько я понимаю? Ну, возможно. Это постановление городадминистрации? Это постановление, да, городадминистрации. Писали, ну, либо в Гордуме, либо в ОЗС. Но, так или иначе, тех депутатов сейчас нет. Ну, в смысле, того созыва уже нет. И вот сейчас я к чему очень хотел отключить эту тему, уже уповая на то, что нынешний созыв, он как-то будет благоразумнее и будет, подойдет к этому вопросу иначе, возможно, потому что, даже не останавливаясь вот на том, что он там, какие-то логические конструкции вообще неправильно выстроены, и там, с точки зрения, я посоверился просто с юристами, с точки зрения вообще написания законов, это все очень печально написано. Ну, давайте не побоимся слово «корево» написано. Да, да, более чем «корево» написано. Выскажем свое мнение, так сказать. И он, мало того, что все это так плохо выглядит, так он еще и устанавливает конкретные запреты на проведение митингов. И вот именно митингов, там, в 250 метров от земельных участков, то есть от границ земельных участков, то есть не от самого объекта жизнеобеспечения или социального объекта, а от границ этого участка. Вот я, как организатор митинга, я откуда знаю, где у вас там по кадастру заканчивается объект. Как мне просто планировать даже это мероприятие? То есть организатор, на ваш взгляд, не должен там сверяться по публичной кадастровой карте, где там какие границы и сколько нужно там рулетка. Конечно, даже более того, администрация или там органы, полномоченные, согласовывать публичные мероприятия, он должен вообще изыскать возможности и средства, чтобы помочь организатору провести это публичное мероприятие. То есть это у нас закрепляется и Конституция этим законом федеральным о митингах, о собраниях, митингах. Да, это не имеют право мирными шествиями, собраниями высказывать. Да, мирно без оружия собираться не имеют право. И далее там устанавливается 100 метров от границ земельных участков культурно-просветительских, развлекательных, торгово-развлекательных центров, рынков, культовых организаций, а также сооружений, относящихся к указанным объектам. То есть даже какое-то сооружение там отдельное может стоять просто в поле, памятник там еще какой-то. Вот как, кстати, памятник Степану Халтурину, который в парке находится, это тоже сооружение, культурный объект, тоже есть границы земельного участка, на которых он находится, от него тоже запрещено проведение митингов. Куда постоянно, ссылаясь на другое какое-то постановление, нас отправляет администрация вот в этот сквер. Вы сейчас откроете властям глаза на эти вещи, и они вообще еще куда-нибудь подальше будут отправлять недовольны. А как они и так отправляют недовольных в Коминтерн и в Ленгашево, да. То есть здесь, кроме того, есть еще запрет рядом с образовательными организациями проводить, там, учреждениями культуры, спортивных площадок, детских площадок, везде 100-метровая зона от границ. Во-первых, если мы возьмем карту даже просто, если уважаемые чиновники, которые это писали, возьмут карту города Кирова и просто попытаются обвести циркулем там или в интернете зоны эти, нас, ну, и закрасить черным. Вот у нас весь Киров почернее. Ну, я думаю, что эта ситуация не только для нашего города, но в целом для мегаполии. Вот я как организатор имею право выбрать любую форму публичного мероприятия, если я считаю, что она соответствует целям моего мероприятия. Если я считаю, что меня должны увидеть, чтобы я сформировал мнение людей, общественности, средств массовой информации о том, ну, например, о пенсионной реформе, то я считаю, что его должно быть увидеть максимальное количество людей, это касается всех. Я считаю, что такое мероприятие нужно проводить на театральной площади, у флормонии и так далее. И чтобы люди действительно приходили массово, собирались огромными, тысячными собраниями, митингами, нужно, чтобы люди выступали, нужно, чтобы было кого слушать, нужно, чтобы было чем себя занять на этих мероприятиях. А когда нет выступающих на митинге, ну, на пикете, да, у нас вообще вся разница пикета и митинга в том, ну, пикета от митинга, как и всех остальных, это... Но пикет это такой молчаливый протест. Не молчаливый, говорить можно сколько угодно. Ну, с транспарантами, например. Другой вопрос... Но перед собравшимисями никто не выступает. Выступают, я всегда выступаю на митингах, на пикетах, это не то, что даже можно, это обязательно. Другой вопрос в том, что если соберется 200 человек, то, ну, у меня не хватит связок, чтобы... Для этих людей хватить, чтобы... Временно рядом с дорогой встать, чтобы проезжающий транспорт видел, что мы написали на этих... Транспарантах. На транспарантах, да. Чтобы поддержал нас, и... Вот этого мы лишены. Теперь, когда... Ну, с 15-го года, когда у нас это постановление вышло, вступило в силу. В то же время, я не понимаю совершенно логику. Выстрем театральную площадь. Отлично. Вот вся разница митинга и пикета в звуковосиливающей аппаратуре. Пикет проводить на театральной площади мы можем, а митинг нет. То есть мы мешаем шумом. Правильно я понимаю? Ну, то есть вот логика единственная, то есть разница... Ну, раз это указано, видимо, да, это и основной камень преткновения. Мы мешаем шумом. Но мы видим сцену, огромную возведенную на театральной площади. Мы видим даже в будние дни, почти сейчас каждый день, мероприятие с использованием звуковосиливающей аппаратуры. Я не понимаю, чем администрация или организаторы органов власти лучше, такие мероприятия организовывают лучше, чем, допустим, партия ЛДПР или любая другая партия. Или любое другое физическое лицо, гражданин, который хочет высказать свое мнение. И, в принципе, здесь даже пленум Верховного суда, давай там, решение пленума существует Верховного суда, не так давно вышедшее в свет в конце июня, даже оно предписывает судам принимать решение в случае отказов в пользу организаторов в случае, если не было предоставлено альтернативы по месту. Вот я сейчас митинг пытался согласовать у филармонии на 21 июля, мне отказали. То есть против повышения функциональности, да? Да, это не последнее. Я надеюсь, что коммунисты нас пригласят, мы еще с коммунистами придем, отмитингуем обязательно по этой же теме 26-го. Уже есть договоренность? Да, Марина Сергеевна мне по телефону обозначила, что нас ждут. Я надеюсь, что там не будет никаких вопросов по ограничению, по атрибутике и так далее, то есть что мы придем и скажем свое мнение. Ну давайте «Единой Россию» тоже пригласим. Ну это уже организаторы там коммунисты. То есть я им предлагаю вообще звать всех, конечно, всех. Независимо от партийного или прочего. Да, да, да. Но мы вот хотим обозначить свою партийную принадлежность, это важно для нас, обозначить свою позицию. И на 21 мне пришел уже просто отказ. В принципе, мне отказать в проведении мероприятий не могут, даже по закону, по федеральному. Они могут мне предложить место или время. Даже не удосужились подумать над этим. Если я говорю о том, что мне нужно провести митинг, и целям его соответствует хороший трафик, хорошая транспортная доступность и удобное место в городе, удобная площадка, то с какого перепуга вы будете выгонять меня на задворке? Я, ну, что я, зверь какой-то дикий или что? Но отказ-то пришел, там указано на основание? Основание вот это вот постановление. А, ссылка на постановление там. Поэтому мы сейчас пойдем в суд по конкретно вот этому отказу, то, что он был незаконен, скорее всего, мы можем проиграть этот суд. Затем мы будем подавать суд на это постановление просто немножко другим путем придем. Это впервые будет такой опыт или уже... Не знаю, мне почему-то ссылается, что многие судились, я, ну, органы власти, я не знаю, насчет чего они судились, скорее всего, по поводу отказов или, там, переносов. Суд на это постановление вроде бы никто не подавал. Может быть, я чего-то не знаю. Я тоже, к сожалению, сейчас не могу сказать. Может быть, я чего-то не знаю, но есть в других регионах, есть положительный опыт отмены подобного рода постановления. Или, как минимум, то есть, призываю депутатов действующих созывов в ЗАГС собрании, в Горс собрании задуматься о том, чтобы привести его в соответствие к федеральному закону. Ну, так вот, я как раз хотел спросить, Кирилл, у вас же есть демократические рычаги, у вас есть свои представители в городском и в областном парламенте. Пусть выходят за коннициативой и меняют законодательство. Обязательно, мы идем. А сейчас постараемся что-то... Раз так много вопросов там по поводу расстояния и так далее. Наша позиция вообще, и позиция наших депутатов, что этого постановления быть не должно, в принципе. Достаточно федерального закона. Он достаточно четко все регулирует. А вот это те самые дополнительные палки в колеса тем механизмом нашего народного влияния на процессы, которые на стране и в городе происходят. И когда вот так нам палки в колеса ставят, ну, я считаю, что это, мягко говоря, неконструктивно. Понятно, может быть, они с какими-то несистемщиками борются, еще с кем-то, но, наверное, нужно другими способами пытаться найти общий язык. А обойти закон, кстати, как это часто бывает у вас в Российской Федерации. Не пробовали? Вот это постановление? Да, вот это постановление. Здесь нет никаких возможностей шансов? Здесь либо вот найти какую-то конкретную точку, где у нас можно проводить митинг. Мы, кстати, сейчас заняты вот этой дуростью, которой, в принципе, наверное, чиновники должны были заниматься, когда вот это постановление принимали. Мы сейчас обводим на карте, где у нас свободные зоны есть, вообще где можно провести митинг. Вот эту точку, если... Выложите в интернете, чтобы посмотреть. Да, дорисуем, дорисуем, выложим. Вот эту конкретную точку, если мы найдем, она там будет где-нибудь в центре города, вот таким образом мы можем попробовать обойти это постановление. Ну, простите, не сносить же, да, социально важные объекты, для того, чтобы... Проще постановление снести. Границы с блюсти, да. Кирилл Песный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. У нас дошло время рекламной паузы, и скоро продолжим. Продолжаем нашим беседам. Координатор Кировского отделения ЛДПР Кирилл Песный сегодня высказывает свое мнение. Особое мнение, и накануне была новость о том, что Кирилл вместе с коллегой по партии подали документы в Кировскую городскую думу на довыборы. Документы приняты, и в нашем разговоре до начала программы вы сказали, что если все хорошо, если все нормально, то на следующей неделе будет уже решаться регистрировать вас или не регистрировать в качестве кандидата или депутата городского парламента. Зачем вам это, Кирилл? Что, баллотировались? Да, да, вот я простой такой вопрос, понятный, зачем вам это все, депутатство? Чтобы победить, да. Во-первых, чтобы взять мандат, а во-вторых, ну, как следствие, да, вопрос-то о том, что мандат зачем. Ну, чтобы показать, как надо. Я уже задавал вопрос относительно того, знаете ли вы, своего депутата городского, как вы с ним взаимодействуете и так далее. Я считаю то, что здесь как раз вот механизм демократический, он нарушен. И депутаты, как правило, которые избираются, они так или иначе преимущественно имеют собственное дело. Ну, зарплату же не платят депутатам в городской думе, в законах прием, ну, в основном, в большинству. Ну, председателю платят за действие. Ну, большинство все равно не получает зарплату, поэтому они идут туда, в основном, с интересами лоббировать свой бизнес. В той или иной степени, да. Причем это давно уже не скрывается. Ну, или там, Единая Россия имеет административный ресурс, они там просят, вот, ты директор школы, ты главврач больницы, вы пойдете, будете баллотироваться. Ну, исходя из этой логики, вы чьи интересы собираетесь лоббировать в случае прохождения? Вот я пытаюсь, я хочу напомнить вообще людям, что депутаты, они созданы для лоббирования интересов народных и интересов своего избирателя. Поэтому, если я баллотируюсь, ну, подал документы и пойду по округу 12-му. И ситуация, 12-й округ это Октябрьский район, Филейка, там улица Стахановская. Кстати, вот улица Стахановская, в каком она состоянии? Вы имеете в виду проезжую часть? Дорога, проезжая часть, тротуары, все вместе. Тротуары это вообще по всему городу полный оттаз. Это вот иначе не скажешь, ну, скажешь, только это уже нецензурно будет. И ситуацию-то вот там нужно исправлять уже давно, а дороги в планах ремонта как не было, так и нет. Вернее, может быть, она и была, но и убрали сейчас. Она явно не соответствует требованиям. То есть и таких проблем в каждом дворе, в каждом доме, на каждой детской площадке масса. Здесь просто люди уже привыкли так жить. Почему вот мы говорим о том, что они понимают, зачем им нужны эти публичные мероприятия и так далее. Во-первых, привыкли, не видели другого, наверное. А во-вторых, приучили к такому социальному заказу. То есть им уже другого-то и не нужно. То есть они, депутаты, воспринимают как какого-то человека, который раз в пять лет придет, отремонтирует им подъезд, покрасит его, поставит скамейку бабушке, еще что-то. Ну, подождите, этим не депутаты все-таки занимаются. Ура! Вот этот ответ я бы хотел слышать от каждого гражданина, с которым я общаюсь. Но, к сожалению, именно так они воспринимают кандидата, который приходит к ним на встречу. А вот мы сделаете, вы мне сделаете это, вы мне сделаете это, я за вас тогда пойду проголосовать. То есть все-таки плановая работа, городской бюджет должен... Именно деньги, то есть исполнительная власть и деньги бюджетные. Не, ну понятно, что есть у депутата деньги на наказы, и, насколько я помню, было принято решение, что все они пойдут на ремонт как раз-таки. Здесь, да, да, есть, есть, есть. Ну, не знаю, там, на счет решения. По 700 или по 800 тысяч рублей в год на человека, на депутата, да. Они есть, действительно, да. Но здесь ключевая, наверное, функция контроля как раз следить за тем, чтобы у исполнительной власти бюджетные деньги тратились именно так, как должны тратиться. И был результат такой, какой он изначально запланировал. А у нас он даже, к сожалению, запланирован так себе. Если мы планируем ремонт дорог, то мы почему-то всегда забываем про тротуары. И качество того ремонта, как бы, ну вот меня лично совершенно не устраивает. Это просто освоение бюджетных средств по всему городу. Что касается дорог, миллиарды, ну, больше миллиарда каждый год идет на дороге и в пустоту. Ну, не могу не, да, простите, время бежит. Не могу не поинтересоваться вашим мнением по поводу нынешнего созыва городского парламента. Осенью будет год, как он работает. То, что вы слышите, то, что вы видите, выступления, в том числе главы города, председателя городской думы. Вам это все нравится, если уж так просто спрашивать? А что не нравится, что вас не устраивает? Я сейчас не возьмусь комментировать какие-то конкретные выступления. В целом, складывается впечатление, что есть определенные улучшения. Относительно председателя, относительно главы администрации. На чем вы основываете ваши мнения? Вот сравнивая с тем, кто был. Сравнивая с тем, кто был, который сейчас ушел повыше, и сравнивая с тем, что было. Улучшения в каком плане? Хотя бы в плане риторики. Хотя бы в плане риторики сейчас уже помогают как раз создавать тот самый правильный социальный заказ, о котором я говорю. И приучать к хорошему. То есть то, что говорится ближе к народу, да? Ближе к народу, ближе к тому, что нам нужно. Да, совершенно верно. И, правда, дел пока маловато. Возможно, потому что у нас малоактивная городская дума. Она действительно малоактивная. Но это связано, прежде всего, с урезанными полномочиями. Предыдущие созывы они там себе всего понаурезали. Она, в принципе-то, как бы не имеет особо много полномочий. Ну, и еще постоянно себя урезает большинством. Мне нравится, чтобы всю власть максимально сосредоточить в руках исполнительной ветки. Чтобы это все принималось там. И был такой перекос. БЛДПР всегда за конкуренцию. Мы всегда говорим, во всем должна быть конкуренция. Во всем должно быть равноправие. Если депутат будет иметь рычаги давления, возможные рычаги регулировать процессы, которые проводит у себя там исполнительная власть, то мы заживем-то по-другому совсем. Ну, нам напомнить, что ЛДПР в нашем городском парламенте представлена. Фракция есть соответствующая. Четыре человека там, четыре депутата. Ну, и, кстати, надо сказать, что ваш коллега-соратник Денис Ерохин, он возглавляет даже рабочую... Подождите, комиссию! Комиссию по транспорту, постоянную городскую комиссию по транспорту, экологии и так далее, и так далее. ЖКХ, в общем-то, один из ключевых таких рабочих органов. Ну, для наших... К нашим-то депутатам претензий особо нет. Нет, своих будете защищать. Просто их мало. Ну, четыре человека, да. И тот же Денис Ерохин, даже будучи переполненными регалиями, когда вы его представляете, он все равно имеет достаточно мало возможностей влиять на процесс. Поэтому нам нужна хотя бы такая дума, нужна такая дума, где не будет большинства в одной партии. Вот тогда партиям придется договариваться между собой, тогда в споре, как говорится, будет рождаться истина, тогда будут действительно толковые постановления приниматься, а не такие, как вот в 2015 году по митингам. Тогда действительно будут изменения положительные. Кирилл, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Буквально свежая информация. Можно прочитать на сайте kirv.ru. Два представителя фракции ЛДПР в Гурдуме, это Сергей Дроздовский и Денис Йошин, попали в поле зрения прокуратуры. Вот я читаю соответствующую новость. Депутатам простили, что они утаили бизнес и имущество. То есть речь о чем? Прокуратура проверила декларации депутатов Кировской Гурдумы, в том числе упомянутые мною депутаты, и оказалось, что они раскрыли не все свои доходы, не указали участие имущества и не обозначили участие в юридических лицах. То есть участие в какой-то коммерческой компании. Прокуратура простила это нарушение, ссылаясь на то, что состав у нас созыв, вернее, Гурдумы еще свежий, депутаты, возможно, еще не привыкли к своим обязанностям, и что можно полностью раскрывать информацию. И прокуратура не стала ставить вопрос о лишении депутатских полномочий, а так-то можно было вполне, не раскрыли, все, пожалуйста, до свидания. Ну и к тому же еще учебу решили провести по заполнению декларации. Вот смотрите, как ваша позиция? Все-таки жестко нужно поступать в этом случае? Прокуратура поступила мудро, я считаю. Да. А надо как? Жестко или мудро поступать? Вы на стороне прокуратуры? Я в данном случае точно на стороне прокуратуры, потому что действительно есть такое понятие, как умысел. Одно дело, когда ты специально скрываешь офшорные какие-то свои счета, заграничные или там на местном уровне даже какую-то недвижимость, какой-то бизнес, который на самом деле ты лоббируешь, это одно. А другое дело, когда ты, ну просто, опять же, столкнувшись впервые действительно с декларациями такого рода, где нужно указывать все-все-все-все имущество, все доходы. Иногда можно просто не учесть такие вещи, например, как зарплата. Когда ты получил декабрьскую зарплату в январе, за декабрь, ты ее не учел, ну посчитал потом там по своим, допустим, картам бангинским, увидел одну цифру, а потом подали информацию, запросили, у тебя эта зарплата, которая фактически пришла в январе, она была отнесена на предыдущий год. Я подозреваю, это один из конкретных упреков, да, по адресу депутатов? Не знаю, это я из собственного опыта привожу пример. Но может быть такое. Я сам как бы неоднократно был кандидатом, это со мной было. Это вот конкретно со мной была такая ситуация, на моем примере, да. То есть здесь умысла-то не было утаить какую-то там часть своей зарплаты. Я просто не совсем четко следовал возможным указаниям, но в итоге информация-то появилась, люди об этом узнали. И претензии-то какие-то по ходу именно конкретно имеющегося неуказанного имущества имеются или нет. Ну, наверное, нет, раз все-таки прокуратура решила этот инцидент, так скажем, сгладить. То есть и другое дело, когда кто-то действительно там скрывает свои коррупционные истории, то есть таким образом, возможно, коррупционные, тогда, конечно, прокуратуре нужно вести более жесткую работу. Вопрос в лоб задам. Вам есть что скрывать? Я думаю, что нет. Потому что, даже вот зная такой подход, сейчас регистрируюсь кандидатом, у меня там минимум имущества, минимум счетов я специально закрываю, то есть вот не держу банковских карт каких-то лишних и так далее, чтобы потом все это было проще сверить, указать и показать. Скрывать нечего. Все, ясно. Пару минут остается, и еще хотелось бы, чтобы вы прокомментировали одну историю, в центре которой оказалась гордома, и митрополит Марк, глава нашей русско-полосновной церкви на Вятке, ну, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, это открытие памятника царской семье Николаю II, и в процессе этого мероприятия митрополит упрекнул депутатов гордомы в том, что они, ну, прям поступили как враги, как революционеры, да, сто лет назад. Ну, для церкви-то это враги, да. Не позволив установить поместник на набережные Грины, где изначально планировалось, депутаты, напомню, приняли решение разрешить устанавливать на территории какого-то хромового комплекса. Вот, достаточно жестко, жесткие слова прозвучали из уст владыки, мы уже обсуждали эту тему немножко в наших эфирах, вот, в частности, депутат ОЗС Дмитрий Сергеев сказал о том, что, ну, раз что-то не устраивает РПЦ, то пусть тогда постараются своего депутата что-либо как-то, чтобы он там уже на официальном уровне в гордоме отстаивал эти вопросы. Вот, дозволительно говорить такое, на ваш взгляд? Кому? Главе РПЦ? Не-не-не, главе РПЦ. Я считаю, что недозволительно такое Дмитрия Сергеева говорить, когда, то есть он что, приглашает в советское государство вмешаться в религиозную организацию? Не, ну пусть, пусть батюшка какой-то баллотируется. Или он ни депутатов не слышит. Он же будет говорить ни за РПЦ, а как вот... Ну, он что, получается, ни депутатов не слышит? Он же такой же избиратель, такой же гражданин, этот митрополит, и все церковнослужащие... А, кстати, интересно, митрополит голосует вообще? Ну, я думаю, что да. Надеюсь, что да. Потому что это, наверное, чуть менее, но тоже святая обязанность. Ну вот, будучи... Вот если бы вы были депутатом Гордумы, вам бы приятно или неприятно было услышать в свой адрес такой упрёк, что вы, Кирилл, революционер, вот нам РПЦ не позволили... Такое святое дело осуществить... Я не принимаю это на свой счёт даже на будущих депутатах. Конечно, потому что... Ну, здесь, понятно, это негодование, сто лет... Во-первых, повод очень замечательный. А вот буквально с 16-го, 17-го июля, это столетие было. Да, столетие расстрела, и повод-то, как бы, достаточно серьёзный. И установку памятников мы делали... Ну, епархия осуществляла не за свой счёт. Ой, не за счёт бюджетных денег. Подождите, я главный вопрос-то не выяснил. Может быть, вы за как раз-таки установку памятников? Да, точно. На набережной Грино, да? Я даже... А, всё, теперь понятно. Ну, это моё субъективное... Ну, я понимаю, это ваше особое... Я здесь не отражаю... Я не опрашивал там возможных избирателей. Не-не-не, можете не оправдываться. Всё, всё, всё. Это вот исключительно моя позиция, что я точно не против. И, возможно, ну, митрополит здесь обеспокоен этим решением, и разгневан на него, и в связи с этим связаны все люди. Ничего страшного в этом нет, и ничего категоричного. А, возможно, прежде чем принимать какое-то решение о том, чтобы потратить деньги на этот памятник, нужно было с депутатами согласовать его. То есть, вот позиция митрополита здесь тоже не очень ясна. Спасибо, Кирилл Песный и координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Время наше истекло. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...